друзья всем привет сегодня снимаю короткое видео о том как я приучаю свои растения к улице сегодня я общалась покупательницы она мне задала этот вопрос чтобы я рассказала немножечко подробно об этом ну вот рассказываю примерно уже две недели где-то я выношу растения на улицу то есть утром я их выношу выставляю все горшочки тут собираю мозаику чтоб побольше влезла потому что все по-любому не влезают там еще на полках остаются если температурные условия позволяют то я их оставляю на ночь ну вот за две недели температурные условия позволяли только два раза все остальное время ночью у нас очень холодно минус 3 минус 2 0 и самая самая теплая ночь была плюс 4 вот я один раз оставила потому что вот когда была ночь плюс 4 я оставила их потому что они были у меня не политы то есть они нормально перенесли пребывание ночной на улице но потом я уже не рисковала вот недавно я пару дней назад полила свои растения и несмотря на то что влага высыхает на холоде при ветре влага высыхает и вернее испаряется и земля почва быстрее просыхает несмотря на это все равно при холодной температуре почва остается влажной и здесь еще какой нюанс при их холодной температуре при низких температурах корни растений перестают работать и влага которая сохраняется в почве она корнями не поглощается поэтому корневая система находится постоянно охлажденная влажная а это большой риск того что ваше растение может резко загнить заболеть какими-то там вирусными инфекциями фитофторы на растениях могут появиться грибы грибковые заболевания и вот поэтому пока я их заношу вот вчерашнюю ночь тоже они мне ночевали потому что вчера был на редкость теплый день днем было 20 наверное плюс 20 22 где-то градуса ночью температура упала до плюс 10 но не меньше это вообще была красота я с большой радостью их оставила потому что это морока каждый раз эти мелкие горшочки заносить в комнату выставлять мозаику на полках потом обратно утром те же самые манипуляции проводить здесь на улице на уличных полках но это конечно очень сильно напрягает и отнимает очень много времени у меня приблизительно уходит на вынос занос горшков ежедневно очень около часа то есть час утром и час вечером но все равно это необходимо делать если я вот если я если вы собираетесь растения летом содержать на улице под прямым солнцем то есть без притенения вот как светит она так и светит на них то обязательно сейчас нужно приучать их к смене температур к смене к перемене погоды к перемене погодных условий и также приучать листья закаляться чтобы растение когда солнце будет полить нещадно а летом она конечно сильно палит ну по крайней мере у нас летом бывают температуры зашкаливают дневные на термометре за 40 50 градусов ну вот термометр нагревается на солнце 50 градусов я когда поливаю горшочки беру их уже тогда начинаю поливать тогда когда солнце уже на них не попадает и беру горшочек он земля просто вот огненная туда если засунешь палец то можно можно обжечься говорят что в пустыне яйца пекут в песке ну вот наверное точно также можно испечь яйцо и в этой почве поэтому я не знаю как эти бедные суккуленты находятся в таких экстремальных условиях как они выживают в общем я приучаю их сейчас постепенно к тому чтобы солнце их не спалила потому что некоторые растения но я даже не знаю как где я по моему где-то видела уже наверное не на этой полке некоторые растения все-таки несмотря на то что солнце сейчас практически нет но выглядывает очень и очень редко но некоторые растения уже получили сумели получить ожоги искала глазами горшок и нашла вот смотрите эхиверия полидонис 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 и вообще все мои любимцы все гибриды полидонис я обалдею от их розеток от их окрасок от их форм от их цвета обожаю их за то что они не тянутся они не вытягиваются все полидонис все гибриды полидонисов не вытягиваются они в условиях низкой досветки просто теряют свой окрас розетки раскидывают листья но вот такого состояния когда виднеется ствол через листья такого состояния полидониса вы не увидите отвлеклась вот хотел рассказать про жоги вот смотрите полидонис полидониса вот на правых на правой стороне на листиках видите коричневатые листья это солнечные ожоги также вот солнечный ожог вот этот листочек вот смотрите я приблизила вот коричневое пятнышко на листике это тоже воздействие солнца и вот поэтому чтобы растения минимально получили солнечные ожоги конечно они все равно получат пока они адаптируются все равно они их получат как бы я их не закаляла это не без этого но это будет минимально потому что сейчас за это время пока я их вот выношу за ношу они закаляются у них появляется больший налет известно налет сохраняет предохраняет растение от воздействия внешней среды и благодаря этому растение меньше получает ожоги и больше сопротивляется природным атмосферным явлениям но в частности солнцу ветру и вот ради этого всего я устраиваю такие пляски утром и вечером это конечно очень напряжено когда особенно большая коллекция когда у вас 10-15 растений особенно если они у вас стоят вот на поддоне вот эти растения мне легко заносить то есть я их вот вытащила они у меня стоят на поддончике все я вместе с поддоном их беру и также продвигаю ставлю на полку но таких растений ну дело в том что нет у меня мало у меня поддонов и негде их купить и поэтому большинство растений просто стоят в одиночных горшочках ну вот здесь конечно это сейчас вы не увидите потому что там еще не немножечко задвинуты отсюда не видно вот вот эти растения они там целиком им там места хватает вот кажется что то это вот розетка она приплюснута но на самом деле там она в полный рост стоит просто отсюда так снимается как известно растения приобретают яркий окрас при условиях нескольких факторов это яркое освещение друзья я прерываюсь потому что я разговариваю при открытом окне и проходящие люди мимо смотрят и как бы я прерываюсь и они на меня смотрят как на дурочку я сама с собой типа разговариваю ну вот растение окрашивается благодаря нескольким нескольким факторам это освещение это влага полив это грунт и смена температуры то есть резкое изменение температуры вот эта красула две недели назад была полностью зеленой сейчас она смотрите какая стала но это не предел она будет огненной ярко огненной когда будет солнце ну по крайней мере она должна быть ярко огненной может быть она не захочет окрашиваться кто и знает но вот пока она тоже неплохого цвета такого кирпично коричневого такая прям очень даже и неплохая также вот варегатная красула тоже окрасилась смотрите какая она нарядная на самом деле когда она без досветки ну или либо слабая досветка вот даже под лампами она просто бело-зеленая сейчас она такая радужная здесь несколько оттенков несколько оттенков красноватого цвета красный желтый оранжевый коричневый но такая она тоже прикольно интересное это красула перфората варегата это тоже такая красоточка какая-то интересная полоска появилась на листике красная причем где-то на двух даже листях я видела на втором листе вон там ниже это красула американо кимфаер есть кимфаер с большими листьями широкими а это ее такой подвид карликовый вот листики больше не будут в общем пока погода у нас не летная пока ночи у нас холодные пока погода не устоялась я все время их буду выносить и заносить мне конечно это уже очень надоело просто так как зарядка для хвоста подъем в 7 утра чтобы поймать побольше световой день и начинается зарядка вот где-то пол девятому я их выношу нет конечно можно и в 6 часов утра их выносить но в 6 часов утра еще очень холодно в 6 часов утра бывает и 5 градусов тепла 6 градусов поэтому особенно если они политы то это очень рискованно но знаете я вот что хочу сказать как бы не было холодно многие растения все равно особенно вот бородавочным нравится такая погода перепад температур бородавки стали на моем барон болте крупными прям значительно укрупнились дальше вот рейндропс тоже смотрите наращивает бородавки огромные жирные даже больше чем были до этого у нее когда она ко мне пришла вот самые нижние это говорит о том что растениям это нравится но самое главное вот таких в холодных условиях это не залить растение то есть выбрать по погоде посмотреть посмотреть в интернете когда будет более-менее так теплая погода чтобы хотя бы за три дня почва успела просохнуть но деткам конечно же такие условия не очень нравится но я все равно их выставляю детки прекращают расти они вообще не растут на холоде деткам нужно тепло потому что они еще не взрослые растения у них идет активный процесс роста а растет суккулент известно при температуре больше 20 градусов поэтому просто я их сейчас закаляю пусть у них рост немножечко замедлился можно сказать даже совсем не растут они но все равно это плюс с какой стороны с той что что листики закаляются они также приучаются к внешней среде у них уплотняется налет они становятся более компактным компактными и сжатыми а когда розетка сжимается это значит что вот допустим как верона да вот смотрите как она уже сжалась вот ахиверия верона вот она это розетка сжалась а это значит что она закрывается от солнца сжимается и это значит что она получит минимум ожогов то есть она сама себя прячет в общем вывод какой польза конечно от уличного содержания для суккулентов огромное растения не тянутся они имеют красивую компактную форму сжатую розетку листики плотные цвет очень яркий насыщенный сейчас на камеру конечно тут ничего яркого нет я вообще удивляюсь вот небо и земля по сравнению с тем что я вижу глазами когда отвожу взгляд от камеры и то что сейчас вот я вижу смотря в экран телефона если есть возможность у вас конечно же выносите растение приучайте их к улице и содержите их все лето на улице вот она явилась не запылилась так вот вот так как же как же без моей белки белка 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 это моя белка тоже любит суккуленты очень любит особенно листики на нее когда как найдет может схватить лист вырвать его из горшочка и и потащить ну и все и капут листику потому что он будет весь в дырках от зубов и детка будет с него срублена тоже зубами все не понравилось надоело я тоже белка замерзла сейчас на улице 9 градусов я сейчас буду заносить растения вот уже приготовила там полки освободила расставила так как они должны у меня стоять чтобы все влезло чтобы все вместилось ну и все вот вот это я хотела рассказать вам всем пока пока